Село в Мангистауской области утопает в песке. В последние годы рядом расположенное с селом Синек и Рокеанского района песчаный массив активно распространяется и доставляет ряд неудобств населению. Но жители не собираются покидать свои дома и уезжать, а просят помочь им в борьбе с песком. Проблема опустынивания, засушливости, деградации земель сегодня является весьма актуальной темой для многих стран мира, в том числе и для Казахстана, в частности для Мангистауской области. Это село Синек, расположенное в 210 километрах от областного центра. В отдаленной деревне проживает около 1800 жителей. Люди здесь занимаются земледелием и не собираются бросать свои дома. Один из них разгали Кулпыбаев. По его словам, несмотря на то, что в селе есть все необходимое для жизни, беспокоит только одно. Песок в сторону поселка Синек ветер гонит из расположенного неподалеку песчаного массива Туесо. Кочующие пески Туесо долгие годы пытаются поглотить Синек и ближайшие аулы. С каждым годом пустыня все ближе к селению. Она продолжает двигаться и увеличиваться в размерах. Жители, столкнувшиеся с экологической проблемой, борются с ней самостоятельно. Однако в последние годы распространение песка ускорилось, и теперь своими силами сельчане не справляются. Поэтому они просят посадить устойчивые к пескам растения. В последние годы передвижение песка приняло угрожающий характер для жителей сел Уштаган, Тыщикудыка и Синек. Некоторые сельчане просто бросили свои дома. И это понятно, ведь людям негде держать скот, а жизнь в постоянном страхе невозможна. Однако многие хотят сохранить свои дома и вынуждены бороться. Сексаул широко используется в засушливых областях Центральной Азии для противодействия опустыниванию. И этот способ был отобран как подходящий для защиты от песчаных бурь села Синек. Следует отметить, что полвека назад здесь в результате песчаной бури песком оказались засыпаны кладбище, школа и несколько домов.